Добро пожаловать на пересадочную станцию. На связи Проводник. Всем привет. И как вы уже поняли, сегодня нас ждет то самое долгожданное интервью создателям мира Химеры, Павлом Янгом. Все вопросы, которые я сегодня задам, были собраны от огромного количества фанатов и не только фанатов проекта Химера. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Павел, приветствую. Здравствуйте. Во-первых, хотел бы сказать большое спасибо, что согласился на интервью и, конечно же, огромное спасибо за Химеру. Меня, многих подписчиков пересадочной станции и не только, очень затянул и влюбил в себя этот потрясающий мир. Спасибо вам, дорогие читатели и слушатели, за то, что цените мой труд. Спасибо тебе, Тимур, за отличную озвучку и за идею интервью. Итак, первый вопрос. Павел Янг. Кто он? Расскажи, пожалуйста, о себе, о своей жизни и как появился писатель Павел Янг. Это интересный вопрос и до словах на него не ответишь. Что о себе рассказать? Родился, учился, служил, женился, работаю. Все как у большинства. Работаю на производстве, точнее в машиностроении и как бы для некоторых дико не звучало, я простой рабочий. Поэтому моя деятельность никак не связана с гуманитарными направлениями. Писать начал давно, даже в журнале местном печатали. Предлагали работу в газете, но репортерство это не мое. Может в больших городах репортерам быть интересно, только не в нашем заштатном городке. В общем, журнал закрылся, редатор уехал работать в Питер, но я продолжал писать. В основном короткие рассказы. Потом купил компьютер и подключил интернет. Там познакомился с Евгением Шуст. Она мне посоветовала попробовать выкладывать на ProZero. Я попробовал и выложил Химеру первую часть. Вообще-то она была только одной частью и завершалась словами. Закончились третьи сутки, наступили четвертые, начав отчет другой жизни и в других условиях, совершенно по другим законам. Изначально она называлась Химера проект 15. Совершенно суровый материал с кучей ошибок. В общем, после того, как мне читатели указали на мои промахи, я решил попробовать переработать текст. Начало получаться совершенно другое произведение. Немного отступлю. Книга пишется онлайн при озвучивании Тимура берет текущий текст, а я при написании последующих глав иногда уношу изменения в предыдущие. Конечно, это сильно не влияет на сюжет. Если кому интересно, могут заглянуть в книгу. Посмотреть первую главу первой части точно стоит. Продолжим. В общем, меня номинировали на писатель года, плюс печатный в ежегодном альманахе. Я такой счастливый и радостный полез в правила участия и офигел. Там такие деньги требуются, что можно спокойно пять раз съездить отдохнуть в Турцию или купить подержанную иномарку в хорошем состоянии. Конечно, такое рассчитано на тщеславных людей, которые спят и видеть себя на вершине Олимпа. Но я не такой и решил не участвовать. Администрация сайта еще два года подряд присылала приглашение. Также много приходило предложений от малоизвестных издательств с картами лучше и не связываться. Но однажды пришло сообщение от группы АСТ. Главный редактор попросил о полной текст химеру. А его еще до сих пор нет. И похоже не скоро будет. Так вот, с помощью своих читателей я начал писать продолжение. Вроде все, заканчиваю химеру, здесь точка, а нет. И пишешь дальше. Вообще-то я себя писателем не считаю. Писатель только пишет, имея своего агента контракты с издательствами. Его все знают, снимают фильмы по его книгам. Он гигант мыслей, очень богат. Такое мое мнение о писателях. Самый популярный вопрос, точнее ряд вопросов, так или иначе касаются идеи создания мира химеры. Что или кто вдохновил тебя написать проект химера? Как пришла идея создания книги? Почему именно проект химера? И были ли другие названия? И как долго придумывался мир химеры? Вдохновлялся я фильмами про зомби апокалипсис. Книг хороших на данную тему, тем более о России, я вообще в то время не встречал. Еще музыкой вдохновлялся. В основном немецким индастриалам, которые слушают до сих пор. Например, Айсбрехер, Дик Крупс или всем известный Рамштайн. Теперь об идеях. Не давал покоя вопрос, кто же это такие зомби? Как они могли появиться? Ведь по всему выходило, что это оружие, непривычное для нас, но все же. Идея про опыта создания зомби в Советском Союзе возникла давно. И была такой. Вакцина создавалась для Советской Армии, делая из солдата практически бессмертного воина. Но только когда Баис получал смертельное ранение. Вот тогда он становился неуязвим. Правда, действие вакцины было ограничено двумя часами. После этого солдат становился бессолковым пожирателем плоти. Причем он не различал, кто перед ним, свой или чужой. Вакцина создавалась для штурмовых отрядов. При штурме за отрядами шли группы зачистки. Но Министерство обороны посчитали такое состояние дел недовлетворительным и призвали ученых создать антидот. Опыты проводили в НИИ. При его испытании произошла утечка. Испытывали на добровольцах смертельными заболеваниями. Вот такой привитый химера антидотом избежал из института. А когда умер уже в наше время, химера его излечила и он дотянул до старости, то ожил в морге и понеслась. В общем, не то. И тут появилась еще одна идея о грубе подростков уже в нашем времени, которые и стали причиной заражения города. И заражены не один, их целая группа. Но как бешеных переместить в наше время? На первых порах была такая концепция. Пацаны залезли за законсервированный много лет назад цех и нашли там лабораторию. В ней лежали люди. Люди очнулись и пошли на ребят. Те убегать. Зомбаки за ними. Пацаны случайно разделились. Один полез через вентиляцию туннеля. А остановились через люк. Так вот, за тем, кто полез через вентилятор, увязались инфицированные. В общем, завод заражен. К вечеру целые толпы рабочих предприятий, уже превратившиеся в зомби, пошли на город. Банальщина. Еще возникали вопросы. Откуда там лаборатория? Почему так долго лежали зомби? Конечно, может, зомбари и могут лежать 30 лет, не испортившись. Но такое даже в лютом трэше перебор. Так появилась капсула частичного анабиоза для полетов на Марс. Также изменилось воздействие вируса на людей. Вот я эти идеи соединил. Получилась поистине химера. Потому что настоящая химера состоит из разных видов животных. Позже появились девчонки. Изначально их не было. Скорпионов тоже. Еще тема описания секса. Его тоже не было. Но без него в главах присутствовала пустота. Например, вот здесь у Грэха Масалиши все и произошло. Создавалось впечатление, что это у них случилось как у кроликов. Я решил вписать сцены секса. Почему бы и нет? О названии. Других названий не было. Химера вакцина бинарного типа и разделена на составляющие не опасно. Ответ есть в книге. Глава «Вьетнамский инцидент». Вот выдержка. Итак, весь процесс заражения вирусом ЛПП-1. Механизм его размножения напоминает фаговую инфекцию бактерий. Гены сливаются, создавая новую сущность. Вот вам и химера. Вакцина бинарного типа, то есть разделена на две составляющие и по отдельности неактивна. Попросту безопасна. И ответ на вопрос, как долго придумывался мир химеры. Книгу пишу с 2013 года и пока конца не видно. Следующий популярный вопрос. Когда продолжение? И сколько еще будет частей? В общем, что дальше? Продолжение выходит нерегулярно, со временем туго. Ведь это хобби. И откладываешь писать на самый крайний срок. Я книгу решил разделить не на три части, а на три книги. До конца третьей осталось немного. Одна, может, две главы. А может и три. Четвертая книга, скорее всего, будет платной. Рабочее название «Армагеддон». Слоган. Третью мировую начнут не люди. Но это только набросок. Может и название, слоган поменяться. Конечно же, они будут задерживаться укладами глав и будут они выходить раз в неделю. Сколько частей, точнее, книг? Ну, я думаю, минимум пять. Также вопрос, будет ли печатная версия книги? И где можно приобрести? Нет, не будет. Как я уже говорил выше, книгой заинтересовался дальство АСТ. Честно скажу, я отправил материал, но он был неполный, всего две части. АСТ переправили книгу в Москву, в Эксмо. Они под ними работают. Там, пока думали, началась озвучка книги. И когда была озвучена вторая часть, пришел ответ, что они не заинтересованы, не формат. А я не расстроился, потому что сам не хочу издавать произведения. Терять на пять лет все права не только на Химеру, но и на свой псевдоним. Зачем? Денег платят немного, что-то в пределах 20-30 тысяч. Игра не стоит свеч. По крайней мере, три первые книги или части я точно не отдам издателям. Да и вряд ли они заинтересуются, пока не выйдет вся серия. Скажи, пожалуйста, почему в книге нет главных героев? Хороший вопрос. Большинство произведений пишутся по схеме протагонист, антагонист, завязка или события, несущие конфликт, развязка. Начинающие авторы в основной массе пишутся от первого лица, хотя мне не очень нравится такое повествование. Получается, что читатель как бы ассоциирует себя с главным героем. И когда герой делает какой-то неадекватный поступок, у читателя возникает чувство досады. Он бы так не сделал, а изменить ничего нельзя. А если герой совсем тупой, читатель, не желая себя ассоциировать с ним, просто забросит чтение. Тогда я решил попробовать писать в формате, где нет протагониста. Ведь таких книг мало. Читатель как бы смотрит фильм, наблюдая за персонажами. Так интересней. Как говорят многие читатели и слушатели, затягивайте. Двигаемся дальше. Когда закончится карантин? И, как ты считаешь, будет ли побежден ковид? Статистика показывает, что эпидемии длятся три года. Ну, как сказал Марк Твен, есть три вида лжи. Ложь, наглая ложь и статистика. Посмотрим, подтвердится ли в этот раз. Кто твой любимый писатель? Кого читает Павел Янг? Люблю русскую классику. Любимый писатель Гоголь. Сейчас реже читаю художественную литературу. В основном периодику. Но иногда и классику. Очень много хороших книг написано русскими, а также советскими писателями. Всегда можно найти то, чего не читал. После нее я со временем читать не могу. А на свою химеру смотрю с комом в горле и со слезами на глазах. Какая же ахинея? Какой бред, хоть и обоснованный? Очень частый вопрос в комментариях под роликами касается эпохи мертвых Андрея Круза. Что думаешь о частом сравнении проекта Химеры и эпохи мертвых? И что, в общем, думаешь об этом произведении? Я не читал эпоху мертвых. Я не узнал, когда выложил свою первую часть на Деатланде. Мне написали в комментариях про Круза. Я заинтересовался. Скачал аудио и, честно скажу, не зашло. Может, потому что герой слишком крут, а тут без вариантов. Я вообще жанр про суперменов ненавижу. Тупее только зомби. Три самых частых и в какой-то степени задолбавших вопросы, которые задают Павлу Янгу. Когда продолжение «Зачем секс в книге? Что за бред ты здесь несешь?» Вот такие вопросы. И еще, тоже часто появляешься в комментариях, не совсем вопрос, а пожелание, чтобы наши киноделы сняли фильм или сериал по книге. На первый вопрос ответ очевиден. Нехватка свободного времени. А сейчас весна, начинается дача. Второй вопрос о сексе. После описания сексуальных сцен больше стало женской аудитории. Меня вообще удивляет, что данную тему слушают много представителей с прекрасного пола. Это же зомби, каннибализм, выживание и кишки из крови. Третий вопрос. Согласен, бред. Но это происходит в параллельном мире, а там не такое возможно. Об экранизации. Было бы здорово, но наши киношники не возьмутся за такое. Сложно и дорого с технической стороны. Да и не умеют у нас снимать про зомби. Если возьмутся, то все испортят основательно, подгоняя книгу под свои ресурсы и возможности. Даже с компьютерной графикой у них не все хорошо. В общем, это будет провал. Смотреть пойдут только те, кто читал Химеру. За примером ходить далеко не надо. Ночной дозор. Я, когда его посмотрел, вообще ничего не понял. Потом уже прочел в рецензиях, что фильм поймут только те, кто читал книгу. Тогда зачем снимать? Для узкого круга. Кстати, у меня есть предложение. Если среди слушателей вдруг внезапно появится киношник, можно посотрудничать. В Москве каждый месяц проходят питчинги. Это такие устные или визуальные презентации кинопроекта с целью нахождения инвесторов. Готовы финансировать этот проект. Идею фильма или сериала обычно защищает сценарист, режиссер, продюсер или представитель студии. Но также есть и молодые команды, не работающие на студиях, но со своими проектами. Также можно оформить заявку в фонд кино через Хест Агент. Еще есть платформа Айвант Фильм. Но везде требуется киношное образование. Вот для этого и нужен кинодел. Он знает, что, куда и как. Будут ли отдельные истории про героев Химеры? Пока не планировал. Может быть. Планируются, возможно, какие-то новые проекты, новые миры? Их несколько. Но есть один почти завершенный. Черный принц. Роман о таинственном спутнике Земли, наблюдаемом человечеством, еще до появления пилотируемой космонавтики. Считается, что это небольшой корабль представителей инопланетной расы. С погибшим пилотом внутри. Книга тоже заинтересовалась ОСТ. Сейчас Черный принц убран в черновики на всех платформах. И пока не дописан. Осталось чуть-чуть. Тоже буду отправлять в редакцию. С условием издавать под мои фамилии. На нее-то они точно не смогут наложить запрет на использование. Если не станут печатать, открою доступ. Кроме химеры и принца есть небольшие произведения на ресурсах. Например, четыре правила. Про ядерный апокалипсис и группу врачей-людоедов. Задумка у меня была на продолжительный контент. Но пока я его отложил. Кстати, четыре правила были озвучены раньше химеры. И вошли в подборку. Самый черный день. В конце 2015 года на портале FAMBOOK.RU прошел конкурс постапокалипсических рассказов. Вот мой рассказ и попал в аудиосборник. Что означает твой псевдоним? Это первые буквы имен дочки и жены, а также нашей фамилии. Сначала я писал как наименование игры «Сталкер». Большая буква «точка», следующая заглавная буква «точка» и снова большая буква и «точка». Но потом все трансформировалось и просто получилась Янг. С одной заглавной и без точек. Следующий вопрос, точнее просьба. Что бы ты посоветовал начинающим писателям? Читать классику через силы и не хочу. Но все равно читать. Там все уже заложено. Развивать свои идеи и писать. На первых порах много писать. Получаться будет не сразу. Возможно, придется много переписывать. Но надо набраться терпения и писать, писать. Все это выкладывать, нереагируя на хейтеров. Тут особый случай. Хейтеры специально лезут в топовый контент к начинающим авторам и пытаются обесценить текст в неприличной форме. Такое плохо влияет на начинающего автора, и он даже может забросить дело. Надо быть толстокожим. Одно дело, когда человек пишет тебе в уважительной форме, и с ним можно как-то обсудить определенные моменты. И совсем другое, когда какой-то деятель, ничего не представляющий из себя в жизни, ильет на тебя негатив. И завергать из своего рта помоев в адрес кого-то, это его естественная природная функция, на которую учиться не надо. Таскать врожденный рефлекс. Он только это и умеет делать в жизни, думая, что возвеличивается над всеми остальными. Моральные уроды. Если есть функция блокировки, то их лучше отключить и по возможности удалить из переписки. С обладателями альтернативной сущности только так. И продолжать писать. Вполне. И он даже более ожидаем, чем ядерная война. Ведь сейчас ученые на полном серьезе обсуждают создание суперлюдей с помощью геноинженерии. В первую очередь для армии. Ведь это и есть фактически химеры. Тем более для модификации используется как раз штамм вируса для внесения изменений в клетки. Вирус нейтрален, имеет безликое наименование номер 5 и тоже создан в лабораторных условиях. Его в природе не существует. Моделируем возможную ситуацию. У уже созданных химер происходит сбой. Вирус начинает мутировать внутри их организмов. Что тогда начнется? Ведь это будут не тупые зомби, а высокоорганизованные, хорошо вооруженные отряды, которые в состоянии захватить власть. Но это на первых порах. Потом вирус починит их себе и заставит кусать других, чтобы размножаться. Мы боимся искусственного интеллекта и бездушных машин, зависимых от электричества. И не боимся живых организмов, прошедших миллионы лет эволюции и продолжающих изменяться. Любой микроб умнее самого мощного компьютера. Ведь компьютеры не умеют выживать. А без электричества это просто груда металлолома. В общем, я присоединяюсь к людям, протестующим против экспериментов генной модификации над человеком. Павел, большое спасибо, что уделил время для этого интервью. И, конечно же, спасибо за твою искренность и твое творчество. Спасибо вам всем. Буду стараться и дальше вас радовать своим творчеством. На этом мы и заканчиваем. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки и репосты. И, как всегда, до встречи в следующих мирах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok